В тот вечер людно было в рабочем клубе. Бригадиры-строители города Старый Оскол смотрели фильм «Дело не в премии». Герой фильма – знатный бригадир Владислав Пахомыч Сериков. Почти семь лет назад наша бригада возглавила новое дело в стране, бригадный подряд промышленным строительством. И с тех пор моя личная ответственность за все это очень высокая. Лидер не имеет права промолчать там, где не надо молчать. Лидер обязан вступать в борьбу за новое и нести полную ответственность за то, что начато его коллективом. Это, пожалуй, главная ответственность за все, что ты делаешь на земле. Владислав Пахомыч ныне председатель Всесоюзного совета бригадиров приехал к своим коллегам для серьезного разговора. Я смотрел, честно говоря, спасибо вам большое, что вы дали возможность посмотреть на такую замечательную и интересную жизнь. А то, что мы боролись, боролись за большое дело. Эти бригадиры продолжат наше дело, которое мы начали с Николаем Анатольевичем Злобиным. И сделают лучше, значительно, чем мы. Мы люди, избираемые бригадой. Я не признаю назначаемых бригадиров. Надо, чтобы бригада избрала, бригада полюбила, бригада и отвергла. Вот такой бригадир, который вырос в бригаде, который нужен бригаде, которого бригада уважает и любит, он может делать чудеса. Жаркая завязалась беседа. Еще бы, речь шла о главном, о самой сущности работы бригадира. Бригадирские заботы. Вот уж поистине нет им числа, особенно на большой стройке. Неподалеку от Старого Оскола растет электрометаллургический комбинат. Сталь высочайшего качества будет производить он. Сталь непосредственно из руды, минуя доминный и мартеновский процессор. Осуществится давняя мечта металлург. Удачно переосмыслили в Осколе строчку из популярной песни «ОМК – это наша с тобой биография». И впрямь здесь определился жизненный путь многих молодых строителей. Так случилось, например, с бригадиром Виктором Турковым. Человеком в городе известном, лауреатом премии Ленинского комсомола. «После окончания 10-ти классов я поступил в Белгородский строительный техникум. По окончанию техникума, значит, ну здесь, правда, в разрыве я служил в рядах Советской армии. Затем, значит, по окончании техникума был направлен в Мурманскую область, в город Кавдор, где проработал мастером. После этого, значит, ну, правда, у меня сложилось в семье, умер отец у меня, получилось. Мать осталась здесь одна, ну, она, конечно, и я, и она, но захотели, чтобы мы были вместе, на чем жили. Вернулся в Староосково, значит, устроился здесь в управление. Ну, мне сказали, первые, значит, может быть, месяц поработаешь пока просто рабочим. Ну, где-то проработал я две недели, затем начальник управления вызвал меня, мол, сможешь ли ты, будешь ли, мол, работать бригадиром. Ну, я говорю, если, давайте попробуем. Ну, и так, в общем, осталось с тех пор. Это 76-го года. Был мастером, стал бригадиром. Инженерную должность сменил на рабочую. Так, Виктор? А почему? Сейчас, я считаю, если бригадир, значит, ну, по крайней мере, мне кажется, он должен знать все на уровне мастера. Тогда легче работать бригаде, самой бригаде. Ну, из этого вытекает, что многие работы бывают, значит, ну, можно простить, сделать проще. Это, опять-таки, тогда, когда бригадир хорошо знает чертеж. И глубоко изучил, короче говоря, тот объект, который он строил. Прежде Виктор Турков и его товарищи строили в самом городе дома, школы, детские сады. Строили по Злобинскому методу, основа основ которого четкое взаимодействие со смежниками, субподрядчиками. Однако четкость эта соблюдалась не всегда. Вот с той поры и начали турковцы борьбу за принцип рабочий эстафет. Вскоре перешли на стройплощадку комбината. Известно, что промышленное строительство сложнее гражданского. Совсем иные масштабы, уникальные проекты. Здесь новые формы организации труда не просто важны, а жизненно необходимы. Сегодня у старооскольских бригадиров день большой, волнующий. Подписывается договор сквозного поточного подряда на строительство пусковых объектов нынешнего года. Цеха металлизации, электростали плавильного. К бригадирам обращается портов стройки Александр Васильевич Строганов. Единственным инструментом совершенствования хозяйственного механизма, повышения ответственности кадров, повышения эффективности в капитальном строительстве, о чем красной нитью прошло в решениях ноябрьского пленума ЦК КПСС, в речи генерального секретаря Центрального комитета партии товарища Андропова Юрия Владимировича, у нас с вами является сквозной поточный бригадный подряд. Сегодня экономическая обоснованность бригадного подряда – это ввод пускового комплекса в эксплуатацию, то есть конечный результат, о котором записано в решениях 26-го съезда КПСС и за который мы должны бороться в 1983 году. Прежде чем начать подписание договора, мне хотелось бы предоставить слово ряду наших бригадиров, которые явились и первопроходцами сквозного поточного бригадного подряда. Вот у нас здесь присутствует товарищ Турков Виктор Сергеевич, который возглавлял совет бригадиров на сложнейшем объекте узла водоподготовки. Пожалуйста, Виктор Сергеевич. О преимуществах сквозного бригадного подряда говорить не приходится. Я приведу такой пример. Взять объект водоподготовки, вот здесь, значит, уже было гораздо сложнее. Объем работ был велик, а сроки были очень малы. Все управления, я бы сказал, отказывались от этого объекта, так как он был сложным. Ну и в конечном итоге этот объект поручено было нашему управлению, ну в частности, моей бригаде. До сих пор вспоминают турковцы те горячие дни. Тяжело было ее, правда, строить, но что сделаешь. Ну, бывало так, что и по субботам работали. Это уже под конец работали. Надо было вовремя сдать. Мы вовремя и сдали водоподготовку. У нас дружно было. Все дружно. Друг до друга все вообще. Ну, как говорится, как пошел, каждый работает, выполняет свою работу. И не так, не то, что я не хочу, так не хочет. И нас, ну как это рассказать, все цивно связаны. Привыкли к друг другу. Друг к другу привыкли уже. И сдаем все, если задание дадут, что мы его выполним. И тянуть время не тянем так, как, например, в других бригадах. Ну ладно, может, это завтра сделаем. Зачем это завтра дело, когда можно сегодня? Ну, наверное, зависит это в основном от бригадира. Ну, как зависит? Конечно, от бригадира зависит многое. Но в основном-то он здорово-то нас не подгоняет, потому что и не стоит. Мы сами, и больше, если работы нет, мы сами говорим, давайте что-то делать. Что мы будем, ходить или еще? Мы его наоборот подгоняем, не то, что он нас. Столько лет 76-го года, бригада не менялась, работает. И вы знаете, что это значит, что бригадири? Возьмите в другую бригаду, там сок. Если плохой бригадир, смотрите, раз, бригада уменьшается или там чего-то. Да, распадается. Распадается сок, у нас распадалась бригада по управлению. Она стала стабильной бригадой работы. Девиз турковского коллектива – не выбирать работу повыгоднее, а делать ту, что сейчас необходима стройке. Да, цех водоподготовки был нелегким испытанием для бригады. Но вот он стоит, действует. Во многом благодаря тому, что рискнул Виктор заключить тут договор о сквозном бригадном подряде, несмотря на тяжкие условия, сжатые сроки. Забота о подходящем объекте – одна из основных тревог бригадирских. Но далеко не последняя. Получил, мол, хороший объект и работай себе в охотку. Тут-то и начинаются главные заботы. Невеликие, казалось бы, каждодневные. Конечно, у отделочниц из бригады Ольги Петрович своя специфика работы, свои трудности. Приехала Ольга в Оскол с Украины поглядеть, что за стройка такая знаменитая. Осталась надолго. Здесь уже вступила в партию, избрана членом обкома, закончила техникум, стала бригадиром. Сразу как-то было страшновато, но ничего. Вот вы бригадирствуете уже более двух лет. Так что это за профессия такая? Бригадир, ну, как у нас говорят, центральная фигура стройки. Я вполне это поддерживаю и с этим согласна. Действительно, от бригадира зависит многое. Бригадир – это организатор непосредственно производственного коллектива. У нас вот отделочников такая специфика работы, что если не привезли там краску или водоумсионные составы, вот, все равно мы без работы не сидим, занимаемся другими вспомогательными работами. А я, в свою очередь, хожу вот и в управление, и в отдел снабжения, добиваемся, ну, как, чтобы привозили. Бригадир должен быть настойчивый. Это главная черта, вы полагаете? Главная, потому что у нас много бывает неувязок, где-то что-то не лавится, не своевременно материалы привозят, или что-то не получается. И как-то не отойти от этого всего, а добиться, настоять, чтобы действительно было так, как положено. Оля, а вы дома такая настойчивая или только на стройке? Ну, характер у вас какой дома? Дома домашние. Конечно, упорство, цепкость в деле, качество, необходимое для бригадира. Выбить бетон, кирпич, кран вырвать. Но бывают на стройке ситуации и посложнее. Что случилось на площадке? Почему не кипит работа, а тревожная тишина? И у кого? У Николая Филипповича Дручинина, одного из опытнейших бригадиров. Не где-нибудь, а на пусковом объекте. Не обеспечен фронт работ. Фронт не обеспечен. Ну, это словно на передовую не подвезли боеприпасы. Значит, у нас не хватает вот здесь, значит, ригеля не хватает, фундаментные балки не хватает. И здесь 70 тонн металлоконструкции, которые, значит, мы должны смонтировать здесь. Это очень мелкий металл. Нужно его будет резать, все это монтировать. Это не то, что смонтировать 20-тонную балку или колонну. Это очень трудно. И мы просто просим, значит, чтобы нам помогли. А кто же вас задерживает конкретно? Нам задержит завод-повставщик, это Криворожский, да. Криворожский завод. Он нам задерживает эту поставку металла и арматуры. У нас это самый очень большой, больной вопрос. Мы на сегодня уже, по-видимому, отстаем где-то на полтора месяца. Этого, конечно, нежелательно. Потому что у нас сроки сокращаются, а нам нужно быстрее. Деньги вы, наверное, тоже теряете? Деньги? Конечно, теряем. Потому что раз нет металла, нет материала, мы, значит, уже не полностью бригада загружена, мы уже, естественно, не наверстаем свое упущенное. Но ведь простой сказывается и на моральном состоянии бригады. Как не унывают ребят? У бригады настрой, очень хороший настрой, значит, боевой настрой. Они готовы строить, значит, вперед идти. Но, значит, конечно, они меня посылают в партком, к начальнику, по всему, идите, добивайтесь, спешите, значит, ты же бригадир, ты у нас, значит, как родной отец. Значит, я вам скажу, что я хожу, значит, ну и при помощи сейчас, может, телевидения, значит, что-то, может, сдвинем. Для того, чтобы нам помогли, вот, доставить металл сюда. Ну уж, коли так сильна у Николая Филипповича вера в могущество телевидения, поедем в Кривой Рог, решили мы. Не с пустыми руками поедем. Вооруженные обращения москольских бригадиров к украинским металлургам. Криворож-сталь и оскольский электрометаллургический. Молодой комбинат с надеждой глядит на старшего своего брата. Даст Кривой Рог металл? Будет сталь и в осколе. А не даст? В положении, согласитесь, парадоксальное, сапожник может оказаться без сапог. В бригадирском обращении сказано. Мы призываем всех участников включиться в рабочую эстафету и работать под девизом от взаимных претензий к взаимной помощи и поддержке. Принимая обращение, старший Горновой Николай Фроувич Солдатов сказал. Ответим бригадирам так. Мы, конечно, за то, что бригадиры, вернее, строители получили вовремя и в срок наш металл. От меня, от моей бригады, зависит, чтобы выпуск шел нормальный, качественный и по графику. Тогда, значит, Телеплавы тоже получат график металл наш и пойдет дальше по графику все. Конечно, многое зависит от нас. Особое значение, говорится в обращении, приобретает высокая организованность, слаженность всех действий, точное соблюдение плановой, договорной, исполнительской дисциплины. А выполняете ли вы свои обязательства, спросили мы у директора «Криворожстали» Виктора Дмитриевича Гладуша. Вот мы не соблюдаем дисциплину. Это, судя по поставкам и письмам, мы недопоставили в прошлом году порядка миллиона тонн готового проката. Но, естественно, недопоставив такого количества металла, а учитывая, что основная масса строительного металла производится Криворожским металлургическим заводом, Поэтому наша недисциплинированность коснула буквально всех потребителей нашего металла в стране. Без преувеличения, от Хабаровска до Бреста. Вот одни из таких и строителей Оскольского металлургического комбината. Кто же в этом виноват, Виктор Дмитриевич? Виноват, если касаться недопоставки металла, то это металлургический завод, который недопоставил. Можно это в более широком плане, ссылаясь на другие трудности, которые не позволили выполнить и нашему металлургическому заводу, и в целом отрасли черной металлургии, которая была подвержена резкой критике на ноябрьском пленуме. Оскольскому металлургическому комбинату, вернее, точнее, для строительства его, вот мы в этом году поставим металл, и поставили уже за первый квартал. Вот сегодня у нас 15 число. Вот осталось из 4,5 тысяч всего лишь 470 тонн. Они будут поставлены в срок. И в дальнейшем для строительства Оскольского металлургического комбината, для их проблемы ввода в этом году первой очереди, первого столеплавильного агрегата, вот будут полностью и в срок сделаны поставки. Это можно передать бригадиру, уверенно, что эта проблема будет решена. И криворожские металлурги выполнили обещание. В старый Оскол отгрузили долгожданный металл. Конечно, не только сила телевидения сыграла в этом решающую роль, а сила рабочей сознательности, чувство государственности, не боясь преувеличения, скажем. Владимир Ильич Ленин писал, какие богатые силы таятся в массе трудящихся. Бригада. Слово это как бы постоянно наращивает смысловой объем. Академический словарь толкует так. Группа людей, выполняющая определенное производственное задание. Но разве исчерпывается этим многообразие человеческих взаимосвязей в рабочей бригаде. Скорее уж следует сравнить ее с большой семьей, где, если радость, радость для каждого, поле беда, общая печаль. Один из воскресных дней провели мы вместе с турковцами. Доводилось Виктору бывать за рубежом. Он рассказывает. Не верили мне часто, когда начинал я об отношениях в нашей бригаде. Аж головами кивали. У нас, дескать, человек сам по себе. Создание дружественной, добросердечной, творческой атмосферы тоже из числа бесчетных забот бригадира. Вы подготовьтесь, Меся, вот, кушать, по-моему. Давайте жарить, то да сё. Слушай, как у вас только, сынок. Наташа, лыжи дай, пусть нам покатаетесь. Я, слышу. Кончился выходной, наступил новый день, деловой, многотрудный. Впереди у турковцев очередной крупный подряд. Это опять будет цех водоподготовки. Только на этот раз куда больше, сложнее. Принцип бригадного подряда связан тесно с социалистическим соревнованием. Вот уже третий год соперничает бригада Туркова с бригадой Владимира Беккера со строительства Красноярского завода тяжелого машиностроения. Три квартала к ряду побеждали сибиряков Аскольцы. Какие разные лидеры, непохожие коллективы. В бригаде Туркова около 30 человек. У Беккера укрупнённая, вдвое больше. Я знаю, что и мнение у многих бригадиров, что они считают крупную бригаду. Но мне кажется, зачем эта крупная бригада, если, например, объект большой, крупная бригада разбивается, получается, на звенья. Но какая разница, если будут работать рядом три бригады или три звена. Получается, каждый бригадир, значит, если укрупнённая бригада, это звеньевой. Ну, структура-то не меняется практически. А тот же бригадир уже стал, может быть, прорабом даже получается. Например, когда у меня было 56 человек, я за день не мог их каждого конкретно, например, проследить выполняемую им работу. И даже если установить коэффициент трудового участия, то, ну, я бы сказал, невозможно просто точно всем её выставить. Я считаю, что это даже получается немного, как, ну, уравнилка заработной платья при крупной бригаде. Ну, это вопрос отнюдь не простой. Бекер, например, считает иначе. Виктор, а интересно вам соревноваться с красноярцами? Да, ну, я бы сказал, всё же далековато. Если бы было поближе, мне кажется, было бы всё-таки расстояние большое. Действительно, не близко. Но если спорится трудовое соперничество, не расстояние 5000 верст? Здесь, на старом Енисейском тракте, строится в степи чудо-завод, чью продукцию тяжёлые экскаваторы ожидают с нетерпением на растущем неподалёку Котеке, да и во всём Союзе. Однако визитная карточка могла бы быть и по солидней устройке, где освоено 390 миллионов рублей капитальных вложений, выполнено строительно-монтажных работ на 260 миллионов. Но мы отвлеклись. Ведь нас интересуют результаты соревнований между Виктором Турковым и Владимиром Беккером. Напрасно искали мы хоть слово об этом на специально воздвигнутых стендах. Только яркие призывы и лозунки. Ну что, спросим у самого Беккера, знает ли бригадир, что обошли его турковцы? Нет. Когда вот это начинание началось, когда починка пошёл, вот именно соревнования мы когда заключили договор в 1981 году, то как-то мы, они к нам приезжали в 1981 году два раза. Я к ним ездил по итогам третьего квартала в 1981 году. И вот потом, вроде кто-то и приезжал по итогам четвертого квартала, то ли не приезжал, но факт того, что никто уже как-то, знаете, как оборвалось всё это хозяйство. А ведь когда мы там, когда мы туда ездили, когда я ездил-то, ну и, конечно, у нас там было много предложений, может быть, в какой-то степени они были неприемлемы, эти предложения, конечно, в смысле, как это соревнования оживили. А вот в 1982 году я совсем случайно узнал о итогах, хотя их никто не подводил, но так было, где-то там подвели вроде бы эти итоги, и я знал, что по итогам первого квартала бригада Туркова, значит, нас опередила. Опередила. Вот. Это была последняя, вообще последняя информация о старом эсколе, который я вот так вот получал. А остальное только черпалось социндустрией. По отчётности, судя, всё обстоит у сибиряков благополучно. Ну, а на деле как? Не, мы просто... Оно у нас, видно, существует так, само по себе. Соревнования соревнуются, а мы работать работаем. Вот такое. Отдел соревнований ведёт работу, что есть соревнования, и всё. Для галочки. Для галочки, для пресловутой галочки. Вспомним основной принцип трудового состязания – гласность. Там, где гласность кончается, исчезает и смысл соревнования. Формальный подход способен погубить живое важное дело. Если никого толку нет, зачем нам соревноваться. Ну, конечно, нужно, но чтобы капитально было, а не так, как сейчас есть. А вот у нас даже до такой степени доходит, что у нас даже вымпел, вымпел, который присуждает там, и то забывает, надо вручить. Не говоря уж там о честствовании вообще всего коллектива, и всех там, как это, например, сделано в Старом Осколе. Я когда-то об этом слышал, нам говорили, что там вот такие... Так у них только... Так это проходит. Надо признать, Оскольцы заботятся о передовиках сердечнее, нежели красноярцы. Верно рассказывали Владимиру, каждый месяц после подведения итогов устраивается на ОМК чествование победителей. Не для галочки, по труду воздается честь. Лучшая бригада всесоюзной ударной комсомольской стройки товарища Туркова Виктора Сергеевича приглашается на пьедестал почёта. Один из турковцев признавался нам чуть смущённым. Идёшь под оркестр и чувствуешь себя то ли космонавтом, то ли чемпионом каким-то. Слово для информации предоставляет начальнику профсоюзного штаба тарищу Кулакову Егору Егоровичу. Бригада товарища Туркова Виктора Сергеевича награждается дипломом штаба и денежной премии в сумме 300 рублей. 300 рублей. Казалось бы, невелики деньги на бригаду, где нет оснований на зарплату жаловаться. Но разве дело в целковых? Завтра выйдут они на стройплощадку, и работа станет спориться в их руках жарче, чем вчера. Примите от нас в знак признательности наши традиционные праздничные пироги. Самый обыкновенный обед. В перерыве, в рабочей столовой. Разве что скатерти крахмальные. Сладок сегодня нехитрый пирог для Виктора Туркова и его товарищей. С удовольствием разделили бы они его с ребятами Владимира Беккера. Общие дела у бригадиров, общие цели, заботы. И главное их соперничество впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok